здравствуйте наши дорогие зрители и читатели и почитатели канала континент сегодня я совмещаю роль Миши Герштейна и Игоря Туфельда а Микс Хок совмещает роль Микс Хока и Игоря Туфельда мы заранее благодарим вас за ваши лайки комментарии поддержку нашего канала и конечно же за подписку не забывайте нажимать колокольчик и становитесь нашими подписчиками таким образом вы будете получать новости ежедневно а также смотреть наши выпуски на канале youtube сегодня пятница и мы начинаем наш репортаж с генеральной ассамблеи он микс на которой выступал сегодня премьер-министр израиля бениамин да это такое ну такая поездка в в змеиный так ну как это да по кодлагодюча по украински это такое змеиное гнездо да в котором в общем понятно что тоже будет правильно потому что там и осы и шершни и всякие другие ползучие насекомые да при этом я прекрасно понимаю что есть разные точки зрения в израиле внутри израиля по поводу нетаньяку но при этом когда речь идет международных о каких-то международных вопросах то здесь в общем все там и противники и сторонники едины в том что потому что все понимают что это в любом случае реакция на таньягу за рубежом это реакция на израиль а не на нетаньяку и на его месте может быть кто угодно реагирует все равно будут на израиль поэтому даже когда идет обсуждение международных вопросов то здесь противники и сторонники как правило я смотрю по разным комментариям они объединяются они все равно стоят за поддерживают на таньягу даже те кто против него выступает в израиль потому что это вот потому что ты израиль на международной арене это кстати очень приятно это видеть и очень похвально на мой взгляд что люди стоят в первую очередь за свою страну отодвигая какие-то внутренние свои там выяснения отношений в сторону на самом деле я бы хотел здесь добавить пару вещей потому что сама пресс выступление на таньягу состоялась после того как он давал пресс-конференцию которые окружили репортеры задавали конечно вопросы провокационные и так далее но как раз во время пресс-конференции он получил сообщение из израиля о том что израильские ввс нанесли мощный удар по бункеру в котором уже много лет скрывается главарь хизбаллы шейх насралов вчера в своем инфо выпуске я говорил о том что поступила информация что возможно он ранен убит его охранник но видимо эта информация немножко опередила информацию сегодняшнего дня кроме всего прочего пока неизвестно что произошло с самим шейхом насралы потому что он находился в этом бункере никаких официальных сообщений от хизбаллы не поступило единственное что стало известно что в результате удара погиб его двоюродный брат тоже один кстати говоря из лидеров хизбаллы некто софи один и вскоре после нанесения удара на место бункера там где находился бункер прибыла дочь шейха насралы что тоже в общем то может говорить о том что по крайней мере если насрала не был ликвидирован то находятся достаточно неприятном положении ранен или там под обломками потому что в результате авиаудара бункер находился под шестью зданиями и шесть этих зданий в которых также находился штаб-квартира хизбаллы и другие там всякие военизированные отделения этой террористической организации были уничтожены полностью более того стало известно о том что буквально за несколько минут до нанесения авиаудара то есть тогда когда уже ничего нельзя было не предотвратить не передать куда нужно или куда не нужно а израильское правительство министерство обороны точнее на на сообщила о нанесении этого авиаудара своим американским визави то есть пентагоне получили сведения в госдепартаменте о том что готовится удар но уже в тот момент когда невозможно было никого предупредить если вдруг такие доброходы обнаружились бы я думаю что обнаружились бы не всякого сомнения потому что мы знаем что в министерстве внутренней безопасности возглавляемый майоркосом работают несколько сотрудников сочувствующих хамасу но такие же есть и в госдепартаменте в пентагоне не исключаю микс да тут дело в том что совершенно очевидно что если бы насрала там как-то спасся если бы он оттуда выбрался то дочери не надо было бы туда приезжать то что хизбалла ничего не сообщает ну не сообщает а чё они должны сразу бежать сообщать что ли я думаю что они сейчас просто пытаются понять что делать дальше как жить дальше потому что за последние дни был уничтожен практически вся верхушка хизбаллы и сейчас это в общем если там с насралой в общем случилось то что должно было случиться уже давно то в общем они остались вообще без без руководителей там какие-то новые люди которых нанимают последнее время и конечно я могу согласиться с тем что но мнение которое есть у некоторых вот в израиле что поскольку хамас это то есть хизбалла это прокси такая армия ирана то в общем там неважно иран то есть наймет за деньги еще каких-то людей то они все равно там будут но с другой стороны понятно что все таки насрал а это такой ну человек такой как бы это сказали в советском союзе авторитетный пацан то есть его знают люди знают это имя на него там как-то ориентируются на него смотрят и на его такое значит уже многолетние вот это присутствие не такое не неуязвимая на этой позиции то есть люди даже которые нанимаются наемники они все равно смотрят не ну понятно что нанимаются за деньги и часто от безвыходности но для многих все равно важно насколько организация в которой тебя нанимает террористическая насколько она успешна насколько ее руководство там умудряется избегать арестов расправ и так далее если ты вступаешь в организацию в которой там чпокают руководителей подряд там на третий день после назначения то общем ты уже у тебя меньше энтузиазма входить вступать в такую организацию просто понимаешь что ты можешь просто может так стать случится что некому будет платить тебе обещанные деньги кончатся все владельщики в результате поэтому это я надеюсь подорвет как-то влияние хизбаллы и их возможности дальнейшие на самом деле я должен тебе сказать что вообще лидеры этих террористических организаций как хамаса так и хизбаллы уже просто боятся за свою жизнь потому что во время проведения переговоров о прекращении огня новый лидер хамаса их я синвар который кстати говоря возможно тоже уже находится в объятиях девственниц поставил одним из условий гарантию его собственной безопасности то есть он потребовал чтобы израильтяне гарантировали ему сохраненную жизнь да это было да так что это говорит в общем достаточно ясно о том что они уже думают больше о своих собственных жизнях о своем собственном благополучии чем о каких-то там на целях идеологических и конечно ликвидация насрала если это действительно было так так же как и синвар на самом деле насрал это еще более важная ликвидация потому что синвар появился относительно недавно возглавил хамас так совсем только после ликвидации хании и в этой ситуации насрал это уже просто такой как бы знаешь террорист террорист это практически как для америки была ликвидация бен ладена такого же уровня и это уже просто символ когда ликвидирован символ то все устой и идеологические прибоны могут просто разрушиться это очень важный фактор которым не стоит забывать а то что ты сказал что хамас там наймет еще несколько человек но несколько человек может он и наймет но создать такую армию как хизбалла с многотысячной ракетной ракетным арсеналом это будет не так просто в общем то это то о чем сейчас говорит израиль но нас на самом деле стоит немножко уделить внимание выступлению на таньягу в оон потому что прежде всего он начал с того что он вообще не хотел ехать участвовать в этом позорном сборище на котором присутствуют лидеры государств которые спонсируют войну против израиля и не просто спонсируют а уже нанесли открытый удар после того как направили дроны непосредственно из ирана которые были сбиты кстати говоря и американскими войну противовоздушной обороны и французы принимали там участие англичане и даже арабские страны и а присутствовать на этом сборище где куда приехал главарь всей этой террористической группировки которая называется государством иран это было конечно для него большим сильным решением и усилием но кроме всего прочего как всегда он использовал карты то есть он показал две карты во время своего выступления на одной из них было изображено мирные государства с которыми были заключены мирные договора благодаря кстати говоря администрации дональда трампа и организации которые и государства которые находятся под угрозой нападения ирана и очередной раз упомянул о том что ядерная угроза ирана грозит не только ближнему востоку и не только израилю она может быть нацелена и на соединенные штаты америки и на европу и заключение он сказал что война с хамасом может быть закончена моментально если хамас выпустит всех оставшихся в живых заложников и заявит о своей капитуляции то есть данной ситуации натанья бы даже провел параллели было бы немыслимо говорить сорок пятом году о том что нацистский режим будет восстанавливать германию после второй мировой войны это очень точное замечание потому что когда весь мир воевал против третьего рейха у германии не оставалось ничего другого кроме как подписать безоговорочную капитуляцию сейчас такой же ситуации должен оказаться хамас но до тех пор пока мировое сообщество не будет полностью поддерживать израиль борьбе против террористов которые убивают детей женщин и стариков это может произойти только благодаря усилиям одной единственной стороны израиля микс да я согласен кроме того я я как раз к просто поясню даже когда я сказал что они могут еще нанять я просто потому что это поскольку это не самоорганизующаяся структура прокси от ирана совершенно понятно что иран не успокоится они будут и дальше там собирать людей каких-то оружие какое-то отправлять вся проблема в том что сам по себе ливан в общем уже такое государство которого нет которые есть на карте но по факту там есть некие формальные государственные чиновники которые ничего не решают которые ничего не могут сделать всем командует хамас сейчас это простите хизбалла сейчас есть такая возможность что при ликвидации всего руководства может быть если конечно опять же тут если у нас в стране придет к власти нормальный вменяемый человек они вся эта гоп-компания из дем партии то возможно поскольку мы знаем что трамп достаточно успешно действовал на востоке приводит приводя разные государства ранее враждебные к договорам с израилем мы можем предположить по крайней мере что трамп может влить и какой-то вдохнуть свежее дыхание вот те практически ликвидированные власти ливана и они там как-то воспрянут и усилятся и не позволят в дальнейшем ирану использовать свою территорию для прокси войны против израиля но это надежда это пока в общем мы можем только предполагать конечно потому что ничего тут с уверенностью говорить нельзя мы не можем с уверенностью даже сказать чем закончатся наши выборы сейчас поэтому конечно тем более что будет после этого и как быстро иран оправиться от этих потерь потому что это все-таки достаточно тяжелые потери столько лет накачивать авторитетом определенную группировку и оружие там ведь тоже надо понимать что уничтожить когда например громит так вот уничтожается бункер и все вот эти здания ведь вместе с ними уничтожается и вооружение естественно которое там тоже находится хранится и это все в общем конечно очень очень успешно успешная операция и это очень в общем это здорово и очень хорошо что никому не говорили потому что я вообще конечно восхищен когда смотришь на весь мир и видишь как например украинские газеты там телевидение там вот мы там через три дня идем в контрнаступление это очень напоминает был такой мультфильм в свое время ограбление по и вот там было ограбление по-итальянски когда там значит марио собрался ограбить банк и все соседи и родственники бежали радостно кричали марио идет грабить банк смотрите как здорово и вот это объявление сейчас мы пойдем и там сделаем туда приходишь там сидит уже враг который уже все рассказал что собираешься делать здесь в общем совершенно грамотно никому ничего не сказали просто при при прилетели сделали свое дело и улетели а постфактум же ну вот да вот мы так вот у нас такая операция прошла или там за несколько минут до самого действия сообщили союзнику главному что вот а мы тут ой кстати забыли сказать у нас тут вот мы тут едем бомбить хизбалу а так все все хорошо прекрасная маркиза ну на самом деле здесь немножко другая ситуация потому что а я не знаю что там пишут украинские газеты но израильтяне практически всегда когда им надо нанести удар по каким-то там арсеналом вооруженным арсеналом хамаса например они предупреждали о том что будет нанесен авиаудар и предупреждали гражданских гражданское население о том что они должны уйти из этого района но как мы знаем хамас и хизбалла используют их как живые щиты это известно всем но почему-то мало кто об этом хочет говорить но закончим израильскую тему на том что на самом деле недавно были опубликованы опросы и вот эта информация о том что он это не а вот там не поддерживают требует его отставки и так далее тоже не совсем соответствует действительности наши последние опросы показали что 78 процентов граждан израиля включая кстати говоря арабское население которое имеет израильское гражданство поддерживает правительство на тониаку 20 процентов против тоже включая себя арабское население и два процента не уверены в том кого они поддерживают так что это тоже достаточно показательно и кстати еще одно сообщение несколько дней тому назад 20 сентября но только недавно стало окончательно известно что был ликвидирован один из руководителей хизбаллы некто ибраим акиль а кто такой ибрагим акиль это довольно известная международная личность террора восемьдесят третьем году он лично руководил взрывом в американском посольстве берути взрывом на базе американских пехотинцев берути и также был непосредственным организатором и ответственным за убийство французских десантников восемьдесят третьем году кстати говоря после этого госдепартамент объявил награду в размере 7 миллионов долларов за голову ибрагима акиль а то же самое было сделано и во франции и вот сейчас что ты думаешь после того как эта информация стала известна президент франции макрон лично позвонил на таньягу и выразил протест против уничтожения террориста бомбардировка ливана госдепартаменте тоже не особо приветствовали но нельзя не отметить что сэкономили 7 миллионов долларов микс ну что сказать акила промахнулся да получилось жиление восемьдесят третьем году он не промахнул ну вот теперь пришел 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 теперь конец и так будет с каждым и вот когда наказание неотвратимо это в общем многих многие горячие головы остужает когда понимают что достанут все равно и что не договоришься и что сколько бы лет не прошло тебя все равно найдут тогда в общем как там я думаю что это отрезвляет немного людей которые думают покуражиться таким вот террористическим манером так что это всегда радостно когда возмездие настигает когда награда находит героя в данном случае вот заслуженная награда находит террорист это всегда в общем радостно на мой взгляд да это именно так но давай вернемся к событиям которые произошли в америке потому что это тоже достаточно важное первое чего бы я хотел начать это официальное выступление министра юстиции и генерального прокурора в одном лице мэрика гаронда который сегодня заявил о том что официально предъявлено обвинение трем иранским хакерам вот так и плавный переход от израиля ирана америке и тому же самому ирана которые взломали предвыборную компанию сайт предвыборной компании дональда трампа и торговали этой информацией и в общем то это тоже достаточно интересное сообщение непонятно только почему пришлось ждать так много времени и возможно здесь появятся какие-то новые факты или новости связанные с покушением на дональда трампа потому что известно что иран тоже готовился подобному мероприятию и кроме всего прочего как я сказал вчера в своем инфо выпуске фбр продолжает отказывать двух партийной комиссии который занимается расследованием покушения на дональда трампа выдачи информации по поводу ирана покушения на трампа и других высокопоставленных политиков сша включая майка помпео бывшего госсекретаря и также по каким-то причинам тоже без объяснения причин вернее отказывается предоставить результаты баллистической экспертизы ну тут собственно мы сейчас находимся в таком в общем странном моменте в истории когда у нас совершенно непонятно что вообще в принципе делать у нас фбр превратился в общем в достаточно странную организацию это кстати была последняя такая секретная служба не секретная конечно служба но последнее такое силовое скажем силовая структуру соединенных штатах которая еще до недавнего времени там пользовалась достаточно большим уважением масс в массах как левых так и правых как либеральных так консервативных и за последние годы просто вот с какой-то неимоверной скоростью репутация фбр полетела просто тартарары и поэтому сейчас очень трудно говорить насколько когда они узнали о чем то действительно почему они говорят сейчас они там узнали ли они только сейчас или они узнали полгода назад о каких-то готовящихся действиях вовлеченности раны я не исключаю абсолютно вовлеченность и ирана и россии и китая в попытке убить дональда трампа потому что эти три страны которых он официально объявляет все время врагами америки не раз об этом говорил не врагами скажем но угрозой для америки для соединенных штатов то есть когда это все объединяется с риторикой америка на первом месте и эти три страны объявляются основными политическими противниками америки то естественно что эти государства смотрят на трампа как на своего врага и конечно же а учитывая что это при этом еще и страны скажем так ну не самые благостные страны поддерживающие терроризм мировой страны которые очень много участвуют каких-то закулисных подковерных игрищах интригах и так далее то в общем не исключено что и те и другие третьи могли поучаствовать как-то в покушении на трампа и не исключено что информация которая вышла сейчас она появилась в руках спецслужб гораздо раньше но просто нет не разглашали до поры до времени ну или бывают еще просто внутренние определенные взаимоотношения когда появляется человек который говорит что если вы эту информацию не опубликуете то я расскажу прессе об этом им приходится в общем идти на попятны и то есть такой выстав блогер но который еще не успел стать выстав блогером который предупредил о том что он им станет таких случаев тоже несколько было известных поэтому так тоже могло случиться в целом конечно вообще все что вот сейчас происходит вокруг готовящихся выборов это все очень такое очень печальное зрелище именно потому что мы видим что даже не знаю как сказать диссенси по-русски может быть порядочность подходящее слово вот какая либо порядочность вообще исчезла из процессов и причем со стороны в основном одной партии и мы наблюдаем просто какой-то карнавал то есть соревнуются между собой кто попадлее погаже по мерзее себя проявят поведет и в общем все это очень грустно потому что независимо от того победить дональд трампа объявят его президентом или нет даже когда объявят все равно вот народ полстраны с таким мышлением и при для которых подобные методы приемлемы они никуда не денутся останутся среди нас и это как раз страшная история потому что так же как и для рф не так страшен путин путин завтра помрет а вот те люди которые его поддерживали останутся и это будет проблема для в общем для страны даже если там к власти придут какие-то приличные люди но на самом деле как показывает история по крайней мере советского союза и пост советская история что в принципе ни один из лидеров советского союза не вошел в историю как положительный лидер кроме кроме ленина потому что ленин просто вовремя умер и поэтому стал живее всех живых а потом как мы знаем составе нам произошла история с культом личности хрущева тоже сместили обвинили его там злоупотребление волюнтаризме как говорили в фильме гайдая а потом ему на смену пришел брежнев которого винили в застой но горбачева в развале советского союза от дропов там черненко вообще говорить нечего потому что не так долго они слава богу правили этой страной ну и так далее ельцин предатель и дальше пока пока человек находится у власти он руководит а потом кстати говоря также мгновенно меняется и восприятие того кто руководил этой страной что он делал все согласны с линии партии с линии сказать нынешнего правительства но мы немножко отвлеклись от темы и хотелось бы вернуться к событиям сегодняшних дней в америке и а начну я с того что конгрессмен тони гонзалес из штата техас республиканец полгода тому назад обратился в иммиграционную службу известная как айсис и потребовал предоставить ему данные о людях нелегалах которые перешли границу и которые так или иначе совершили уголовные преступления уже на территории с сша кроме всего прочего он также потребовал предоставить ему списки людей которых айсис по тем или иным причинам занес в реестр для депортации и ограждения американского общества и так спустя полгода гонзалес получил наконец отчет но в принципе полгода это возможно и не такой длительный срок но важно что это произошло именно сейчас незадолго до выборов когда камала харрис одно из своих главных достижений одним так как это изучает охрану американской границей так вот данные просто поражают они кстати говоря по сообщению на 21 июля то есть они правильно на 21 июля и так что же мы узнали из этого отчета оказалось что что 662 566 неграждан, нелегалов имеют уголовные нарушения, зафиксированные Айсисом. Из них 435 719 уже осужденные преступники. То есть приговор по их делу уже был оглашен. 226 847 находятся в стадии расследования. Им предъявлено обвинение, причем в серьезных преступлениях, таких как акты насилия, попытки изнасилования, грабежи с применением огнестрельного оружия. Они находятся, большинство из них находится на свободе. И самая поразительная цифра, которая равна 7 миллионам нелегалов, это те люди, которые по тем или иным причинам были занесены в реестр на депортацию с территории Соединенных Штатов Америки. Ни один из них не был депортирован и не находится под стражей. Более того, местонахождение подавляющего большинства из них неизвестно. Да, это тоже наша реальность, в которой, в общем, у нас страна наполнена каким-то некатастрофическим количеством людей с непонятным прошлым, неясным будущим. И, в общем-то, да, и мы не знаем, где они находятся, и они где-то среди нас, они растворились. Я не раз высказывал предположение, что это запланированное, целенаправленное вторжение в страну, и что в нужный момент по звонку, по определенному сигналу все эти люди, растворившиеся по необъятным просторам Соединенных Штатов, могут на тех местах, где они есть, подняться и начать делать, начать просто атаку изнутри на страну. В это не хочется верить, это неприятная и пугающая мысль, но когда вот так целенаправленно в страну заходит такое количество людей, среди которых есть известные уже террористы и так далее, то, конечно, в общем-то, ты понимаешь, ну, они же сюда пришли, что? Просто вдруг стать американцами и зажить американской мечтой? Понятно, что они пришли совершенно другими целями. И мое личное мнение, которому, конечно, мало кому интересно, это то, что и Байден, и Харрис просто, они должны предстать перед судом за государственную измену, потому что их политика на границе, это факт, это государственная измена. Они открыли страну для вторжения. И всячески препятствовали любым попыткам того же губернатора Эббота хоть что-то сделать для того, чтобы хоть как-то фильтровать поток нерегалов на границе. Они все делали для того, чтобы вставать ему палки в колеса и не давать ему делать вообще ничего. То есть это не просто вот они там не справились, что-то не заметили, да? Они заметили и сделали все для того, чтобы этот процесс продолжался как можно более успешно, чтобы как можно больше людей зашли в страну. По-моему, это государственная измена, на мой взгляд. Ну, я думаю, что это вещица посильнее бронированного вагона Ильича, финансирована германским генштабом. Да, именно так. Но на самом деле, Микс, мы уже подходим к завершению нашей программы. И в заключение я бы хотел рассказать еще одну в пьющем случае, который произошел в штате Массачусетс. 12 сентября в одном из районов Большого Бостона, в Ньютоне, там живет достаточно большая еврейская община, состоялась демонстрация в поддержку Израиля. Мирная демонстрация с израильскими флагами, американскими флагами. И вдруг на одного из участников этой демонстрации, Скотта Хайеса, бывшего, кстати говоря, ветерана Иракской войны, набросился про-хамасовский активист. Просто перебежал через улицу, прыгнул на него, свалил его на землю, начал его душить, и Скотт Хейс выхватил пистолет, выстрелил и ранил этого самого колеба Геннона. Несколько дней назад ему были предъявлены официальные обвинения, причем легальное оружие, все, никаких там не было, спиленных номеров и так далее. Покушение на убийство. А человек, который на него напал и хотел его задушить, никаких обвинений не было предъявлено. Кроме всего прочего, этот человек был зарегистрирован как антиамериканский активист, который в своих соцсетях писал о том, что Америка это террористическая страна, что Пентагон и Госдепартамент это террористические организации, которые поддерживают террористическое государство Израиля и так далее. И это все происходит в наши дни в штате Массачусетс. На фоне того, что я привел цифры в отношении людей, которые уже совершили уголовные преступления, 226 847 человек находятся на свободе и продолжают совершать новые преступления. А человек, который просто мирно высказал свою поддержку еврейскому государству, который был подвергнут нападению, и если бы он не выстрелил в этого про-хамасовского активиста, возможно, он был бы убит. Микс. Ну, естественно, что когда на тебя нападают, для этого ты носишь оружие, для этого у нас, собственно, существует вторая поправка, позволяющая людям владеть огнестрельным оружием, как раз в таких ситуациях. И в Соединенных Штатах никогда не существовало таких понятий, какие были в Советском Союзе, о превышении норм необходимой самообороны. То есть я не обязан понимать в момент критический, я не обязан думать, превышаю я что-то или не превышаюсь. У меня душат голыми руками. Если этот человек, например, крупнее меня, я физически слабее или даже просто плохо себя чувствую, то понятно, что физически я не могу от него отбиться голыми руками, значит, я применяю оружие. И в этой ситуации, ну, это большой вопрос и к прокуратуре города, и штабе. Я не знаю, на каком уровне там дело рассматривалось, да, и к предстоит... Ну, в основном, конечно, к прокуратуре, потому что прокуратура выдвигает обвинения. Ну, и к суду, который берет, принимает такое дело к рассмотрению, потому что суд, как известно, может дела не принять, если дело шито белыми нитками, и видно, что оно сфабриковано. А здесь дело явно совершенно сфабриковано, и даже не нужно смотреть ни на какие документы. Тут все понятно, что человека нельзя обвинить в покушении на убийство, если человек защищает свою жизнь. Ему можно предъявить, может быть, что-то, там, может быть, есть какие-то местные законы, которые ограничивают право применения оружия. Но уж всякая это не попытка убийства, если ты защищаешь себя от нападения. И я уж думаю, что там свидетелей достаточно, которые могут подтвердить. Это же не в темном углу где-то происходило, а происходило во время демонстрации. То есть там было много людей, которые все это видели прекрасно. Все это, значит... Нет, кроме всего прочего, есть даже видеосъемка, которую снимали. Ну, тем более... Предъявлено ему обвинение мидлсекс, графством мидлсекс. Так что здесь еще стоит одну вещь добавить, что сам нападавший, прохамансовский активист, не был даже задержан на месте преступления. Мне это тоже весьма характерно. И это, кстати, говорит уже и о работе полиции, которая обязана в такой ситуации нападавшего задержать, но они не посчитали нужным, видимо. Значит, тоже у них есть какие-то настроения или какие-то инструкции, которые им даны, кого задерживать, а кого не задерживать. И это все очень печально. Это все, в общем, показывает, в каком мире мы сегодня живем, в какой стране мы, к сожалению, сегодня живем. Ну, вот так. Ну что ж, на этой не совсем радостной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Еще раз благодарим вас за ваши лайки, комментарии и поддержку нашего канала. Не забывайте подписываться. Хороших вам выходных. С вами были Мик Скок и я, Игорь Туфет. До новых встреч в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok